Российские власти назвали ситуацию с коронавирусом сложной и заявили, что она только ухудшается. Последние несколько дней в стране регистрируют более 17 тысяч новых случаев заражения. Так, начиная с 17 июня ежедневно от последствий заболевания COVID-19 умирают больше 400 человек. Ранее в Москве на фоне быстрого распространения коронавируса власти распорядились вакцинировать не менее 60% работников сфер торговли, образования и различных услуг. Между тем, Минздрав страны заявил о необходимости ревакцинации. По его рекомендации, в период подъёма эпидемии делать прививку нужно раз в полгода, а при спокойной ситуации – раз в год. Однако некоторые россияне скептически относятся и к вакцинированию, и к защитным маскам и перчаткам. По поводу ревакцинации я прививку делать не буду. И моя семья тоже. Нужно сначала всем сдать на антитела, а потом уже говорить о какой-то вакцине. Вот вчера мы сдали, у нас оказалось, что есть антитела и в достаточно большом количестве. Поэтому смысл делать прививки и носить маски я не вижу. Лучше бы всем бесплатно дали тесты на наличие антител. Вот это было бы клёво и здорово. Я не знаю, я что, первую волну проработала. Я работала в другом городе на автобусе кондуктором. Ну, ничего, я ничем не заразилась. Ну и, по крайней мере, сейчас тоже у меня никакого этого нет. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ревакцинация неизбежна. «Что касается анализов, действительно, да, это недешёвое удовольствие. Каких-либо разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведётся, мне неизвестно, по крайней мере». В России за всё время пандемии выявили более пяти миллионов случаев COVID-19. Умерли примерно 130 тысяч человек. Европейский Союз согласовал дополнительные санкции в отношении Беларуси в ответ на вынужденную посадку самолёта Райан-Р в Минске в мае и арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки. «Сегодня мы приняли в отношении Беларуси самый крупный пакет санкций, включающий 86 физических и юридических лиц. В частности, тех, кто стоит за посадкой самолёта с господином Протасевичем на борту. Эти меры были согласованы также с Канадой, Великобританией и США». Послы ЕС также подписали четвёртый пакет мер по замораживанию активов и запрету на поездки в ответ на подавление протестов после президентских выборов в Беларуси в прошлом году. Под меры подпадут более 70 белорусских граждан. Когда 23 мая посадили самолёт Райан-Р и арестовали Протасевича, этот четвёртый пакет мер как раз был в разработке. Как ожидается, санкции будут направлены на фондовый рынок, нефтяной сектор, а также экспорт белорусских калийных удобрений. В целом, после недавних выборов отношения Александра Лукашенко и других политиков введено около трёх пакетов европейских санкций. Они в основном включают чёрные списки, которые запрещают официальным лицам выезжать в Европу и США и вести там бизнес. Лукашенко находится у власти с 1994 года. Он говорит, что арестованный журналист планировал его свергнуть и что Запад ведёт против него гибридную войну. Вот так выглядит западный пригород Чикаго после нашествия торнадо. Повреждения огромны, однако человеческих жертв чудом удалось избежать. Особенно учитывая то, что торнадо пришли поздно вечером. «Около 11 вечера мы услышали звук, как будто едет поезд. Мы все собрались в подвале и услышали, как в дом что-то ударяет. Вскоре мы вышли во двор и увидели, что везде валяются поваленные деревья и фрагменты крыш». Торнадо повредили около 130 жилых домов в городах Вудридж и Нейпервилл. Несколько десятков не подлежат восстановлению. Более 22 тысяч семей остались без света. Восемь местных жителей были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести, в основном с лёгкими. «Я была в шоке. Я до сих пор в шоке. Но я очень счастлива, что никто не пострадал. А дом – это просто дом. Его можно отстроить заново, в отличие от людей». «Мы помогаем соседям. Убираем деревья и обломки, очищаем дворы. С домом уже ничего не сделаешь, он разрушен. Но остальное можно убрать». Как сообщают в полиции, жертв удалось избежать, в том числе потому, что многие местные жители заранее получили на мобильные телефоны уведомления о приближении торнадо и успели уехать. В ту же ночь торнадо были зафиксированы и в штате Айова. Там повреждено несколько домов и начались перебои с электричеством. В штатах Мичиган и Миссури тем временем идут ливни с сильными порывами ветра. Там также есть проблемы с подачей электроэнергии. Тайваньские дипломаты начали покидать своё представительство в Гонконге. Причиной стало то, что власти автономного региона КНР потребовали от них подписать документ, подтверждающий, что Тайвань является частью Китая. «Цель администрации Гонконга – создавать политические препятствия с помощью заявления о политике одного Китая. Очевидно, это делается, чтобы унизить наше национальное достоинство и заставить наших сотрудников подчиниться властям Пекина. Конечно, мы решительно отвергаем это». Тайвань – это частично признанное государство, которое отделилось от КНР в прошлом столетии. В отличие от материкового Китая, на острове процветает демократия. Гонконг же – это бывшая британская колония, которую также в прошлом столетии передали под управление Пекина. На бумаге Гонконг – это автономный регион, где должна действовать демократическая система управления. Однако, по факту, всё большее влияние здесь оказывает Пекин. Ситуация с правами человека в регионе особенно ухудшилась в прошлом году, когда Компартия Китая напрямую приняла здесь закон о национальной безопасности, позволяющий арестовывать людей по размытым обвинениям в терроризме и сепаратизме и приговаривать их к длительным срокам заключения вплоть до пожизненного. Тайвань раскритиковал этот закон. Он также предложил всем гонконгцам убежище от преследований. Известен случай, когда более десяти гонконгских активистов пытались на лодке бежать в Тайвань. Однако их задержали и приговорили к длительным срокам. Представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня сказал, что в представительстве Тайваня в Гонконге останется только местный персонал. В прошлом месяце Гонконг приостановил работу своего тайваньского представительства. Власти региона заявили, что это вызвано тем, что Тайвань поддерживает продемократических, протестующих Гонконга. Это не совсем обычная крыша одного из лондонских банков. Здесь раскинулся специально созданный сад, а в нём собрано около 160 видов различных растений. Недавно же здесь обнаружили уникальную для страны мелкоцветковую язычковую орхидею. Она нередко встречается в бассейне Средиземного моря и на атлантических побережьях Франции, Испании и Португалии. Но для Великобритании это единственная колония. Эколог Марк Паттерсон нашёл мелкоцветковые язычковые орхидеи во время ежемесячного обхода сада. «Я не совсем понимал, какой именно это сорт. Предполагал только семейство. Просто мелкоцветные язычковые орхидеи довольно редки для Великобритании. Поэтому я не сообщил об этом сразу же». Как эти орхидеи попали на крышу банка, остаётся загадкой. Их не высаживали специально. При этом эколог обнаруживает всё новые цветы. «Это маленькое растение. На нём всего три или четыре цветка. Это, скорее всего, росток более крупного родительского растения, которое находится позади нас. То есть их семена распространяются и произрастают по всей крыше». Возможно, крошечные семена орхидеи попали сюда случайно с грунтом или их принёс ветер. Эксперты считают вполне логичным то, что орхидеи обосновались на зелёной крыше. «Язычковые орхидеи – относительно сорные сорта, когда они находятся в подходящей среде. Будучи средиземноморским сортом, они любят жаркие и сухие места у моря, каменистый рельеф и тому подобное». Такие зелёные крыши становятся в Лондоне всё популярнее. Они охлаждают здания, помогают собирать и заново использовать дождевую воду, снижают риск локальных наводнений и обеспечивают среду обитания для насекомых и птиц. Испанский мальчик Хуан родился с увечной левой рукой. Но теперь его жизнь изменится. У него есть 3D-печатный протез. Его подарил основатель благотворительной организации Гильермо Мартинес. «Протез» позволяет делать хватательные движения, и Хуан уже пробует освоить их технику. «С протезом я смогу собирать игрушки, подушки и тому подобные вещи». «Теперь, поднимая какие-то вещи, он будет чувствовать себя увереннее. Он и так пользовался этой рукой, но с протезом ему будет намного удобнее». Гильермо – бывший дизайнер игрушек. С начала изготовления 3D-печаток, протезов, было для него просто увлечением. В 2017 году он поехал в Кению, чтобы передать протезы в детский дом. После этого изобретатель решил сделать хобби своей профессией. «Пять протезов, которые я взял для пятерых человек, работали так идеально, что я спросил себя, что ещё могу сделать». Организация делает протезы бесплатно для всех, кто об этом попросит. У неё есть представители в 50 странах. Ежегодно она дарит до 250 протезов. При этом передают их лично в руки заказчику. «Отправленная почтой посылка – это что-то безликое. Но когда передаёшь протез лично, это очень эмоционально. Например, в Испании есть две женщины, которые потеряли и руки, и ноги. Благодаря нашим очень лёгким и простым в использовании устройствам, у них в жизни появился второй шанс. Теперь они могут сами о себе заботиться». Для производства протезов организация использует переоборудованный транспортный контейнер. Цена изделия может доходить до 40 тысяч долларов. Чтобы окупить расходы, здесь также производят медицинские устройства, игрушки и сувениры, которые идут на продажу. Но доходов с этого всё же недостаточно, поэтому организация опирается на пожертвования. Также она проводит платные курсы 3D-печати для сотрудников различных компаний. Гильермо планирует расширить ассортимент продукции и охватить помощью ещё больше стран. Кыргызский предприниматель Адел Гапаров вдохновился статьями в интернете и открыл сверчковую ферму. Сейчас у него примерно тона насекомых. Основное направление предприятия – производство муки из сверчков. По словам Гапарова, мука на 70% состоит из белка. Также в ней есть микро- и макроэлементы. На данный момент мы ведём переговоры с несколькими компаниями, которые просят у нас объёмы муки, которую мы сейчас не можем им обеспечить. Из этой муки они собираются производить батончики с высоким содержанием протеина для спортсменов, для тех, кто хочет похудеть. Наилучшие условия для сверчков – это температура выше 30 градусов и минимальная влажность. Кыргызстан в этом плане идеально подходит для разведения сверчков. Мы можем буквально во всех областях открывать подобные хозяйства с расчётом, чтобы на экспорт. Китай ежегодно потребляет 30 тысяч тонн насекомых. При этом производит только 20 тысяч тонн. Разведение сверчков – нелёгкое дело. Обилие информации в интернете не помогает избежать неудач. «Мы этим делом учимся, мы занимаемся этим через методом проб и ошибок. Буквально за полгода мы только три раза поколение за ночь потеряли. И специалистов в этой области просто-напросто у нас нет. Люди готовы помочь, но не знают, как». Ферма продаёт муку из сверчков по 80 долларов за килограмм. Также здесь делают насекомых во фритюре с приправами.